Отделение Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии запустило акцию «Лица Победы». По сложившейся традиции, в канун Дня Победы сотрудники поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. На этот раз они побывали в гостях у Хамита Акономатова. Подробнее в материале Алихана Лепшокова. От имени управляющего отделения Пенсионным фондом Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, от себя лично, как руководителя управления Пенсионного фонда по городу Черкесску и от всего нашего коллектива. Поздравить вас с наступающим праздником Великой Победы. Пожелать вам здоровья, благополучия, долгих лет жизни, тепла и внимания близких. Спасибо большое. Поздравление с наступающим праздником для ветерана Великой Отечественной войны стало приятной неожиданностью. Хамит Акономатов – один из достойнейших представителей поколения героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелые испытания ужасной войны и подарили нам мир и благополучие. Ветеран поделился своими воспоминаниями о тех страшных боевых днях молодого солдата. Полностью до последнего патрона отстреливался, и когда уже абсолютно отсутствовали боеприпасы у нас, командир дивизии Решков издал приказ по радио, сообщил всем живым оставшимся в составе дивизии выходить из окружения малыми группами по 3-5 человек. Начальник управления пенсионного фонда Черкеска Павел Михайлов подробно рассказал о функциях ведомства и о том, какую информационно-разъяснительную помощь они могут оказать. И у ветерана Акономатова выпала возможность получить ответы на свои вопросы, которые он задал представителям пенсионного фонда. Целью этой акции является информационно-разъяснительная помощь, работа с ветеранами. Ну и, наверное, самое главное – это оказание, именно уделить внимание со стороны государства, социальных служб, общественности, вот этому поколению, героическому поколению, благодаря которому мы сегодня имеем возможность жить, созидать, развиваться. Им за это большое спасибо. Также начальник отделения пенсионного фонда Черкеска отметил, что есть поручение президента России Владимира Путина об осуществлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей инвалидам и ветеранам Великой Действительной войны в этом году. За решение теплой встречи сотрудники пенсионного фонда пожелали Хамиту Канаматову крепкого здоровья и долгих лет жизни. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.